Добрый день! Вы на канале о простой и полезной пище Наталья Горбачёвой. Сегодня я покажу, как можно приготовить начинку для пирогов, пирожков, блинчиков из свежих грибов. На моём канале есть видео о том, как приготовить начинку из замороженных грибов. Но я решила ещё записать видео о том, как приготовить грибную начинку из свежих грибов. Это могут быть лесные грибы, подберёзовики, подосиновики, белые. А сегодня я покажу на примере маслят. Также для начинки подойдут и покупные шампиньоны. Прежде всего маслята нужно почистить ещё до того, как вы их помоете. Чистится маслята легко. Вот этот верхний слой легко снимается. Единственное, стоит помнить, что грибы окрашивают руки, поэтому во время чистки можно надевать перчатки. Очищенные масляты я хорошо промою под струёй холодной воды. А затем разрежу. Обрежу ножку. Её разрежу на небольшие кусочки. И шляпку на кубики. Разрезанные грибы я переложу в кастрюлю, залью холодной водой и поставлю на огонь. Я поварю грибы буквально 2-3 минуты с момента закипания. Смысл отваривания таких грибов, как маслята, белые, подосиновики, подберёзовики, в том, чтобы убрать из них лишнюю влагу. Затем грибы я откидываю на сито. И когда стекла вода, я переложила грибы на сковородку. Из 350 грамм свежих грибов у меня получилось около 300 грамм варёных. Грибы можно и сразу выпаривать на сковородке. Это второй способ их обработки. Лесные грибы можно обрабатывать двумя способами. Варить и выпаривать. А если я покупаю магазинные шампиньоны, то я их не отвариваю, а сразу выпариваю на сковороде. Для этого грибы выкладываются в сухую сковородку. И прогреваются на небольшом огне. Постепенно грибы на сковороде начинают выделять воду. Чтобы ускорить процесс выпаривания, воду можно убрать ложкой. А можно дать ей выпариться естественным путём. В этом случае огонь можно немного прибавить, чтобы вода выпаривалась быстрее. Постепенно влаги в грибах совсем не остаётся. Я добавляю к грибам масло. Режу лук. Тоже выкладываю его на сковородку. Грибы посолю. Перемешаю. И поставлю под крышку на медленный огонь. Грибы готовятся примерно 20 минут до мягкости лука. Я их в это время 2-3 раза помешивала. Теперь выключу огонь. Грибы уже готовы. Я отмерила полстаканчика риса. У меня длиннозёрный рис. Пересыплю его в кастрюлю. И промою его холодной водой. Несколько раз меняю воду. Промытый рис я залью стаканом холодной воды. Пропорции риса и воды у длиннозёрного риса 1 к 2. Если использовать круглый рис, то воды нужно добавить больше. Для круглого риса пропорции 1 к 3. Я добавлю ложку соли. Поставлю кастрюлю на огонь и доведу до кипения. Вода закипела. Я убавлю огонь. Рис варится на очень медленном огне. С закрытой крышкой кастрюли. До полного впитывания воды. Обычно на это уходит около 20 минут. Рис сварился. На дне кастрюли совсем не осталось воды. Я дам рису остыть в кастрюле. Я отложила в чашку 100 грамм варёного остывшего риса. Присоединю к нему грибы. Перемешаю. Попробую на соль. Если необходимо, досолю. И грибная начинка будет готова. Начинка очень вкусная. Её можно использовать для фарширования блинов. Также в пирожках, в пирогах, жареных и печёных. Выпечка с этой начинкой получается очень вкусной. Также смотрите видео о том, как приготовить грибную начинку из замороженных грибов. Сейчас на это видео появилась ссылка на экране. Также она будет в описании. Приятного вам аппетита! Если это видео вам понравилось, поделитесь им с друзьями. Приходите на мой канал, подписывайтесь. И включайте колокольчик, чтобы первыми получать новые видео. Спасибо. Спасибо.